всем привет с вами вячеслав витек я продолжаю разбор и анализ партии матч альфа-зира стуквиш и сегодня очередное блестящее творческое достижение нейронной сети альфа-зеро и так белыми фигурами играет альфа-зеро черными стуквиш и поехали d4 конь f6 c4 е6 конь c3 слон b4 е3 20 и слон d3 c5 конь g2 у нас на доске защита немцовича и вариант рубинштейна кстати сказать в последнее время более популярные продолжения такие как ладья и 8 играют также c6 и играют d5 на мой взгляд ход c5 уже вышел на третий или даже на четвертый план и так следует ход конь g2 cd е.д. d5 cd и конь d5 у нас возникла позиция с изолированной пешкой на d4 кстати позиция также характерна для атаки панова в защите каракан или для принятого ферзевого гамбита следует ход а3 и после конь c3 bc позиция трансформируется в структуру с висячими пешками у белых этой пешки c3 d4 следует ход слон d6 конь g3 ферзь c7 и 2 0 и здесь альфа-зеро попутно ставить ловушку дело в том что бить пешку на c3 нельзя последует ход конь е4 под боем ферзь на c3 ну скажем на ферзь d4 мы играем слон е3 практически на любой отход бьем на d6 и бить на d6 нельзя и за слон h7 мы попросту выигрываем ферзя да если черные сыграют на конь е4 скажем ферзь c7 следует эффектная конь f6 шаг на gf мы даем шаг g4 на король h8 играем ферзь h4 грозит мат на h7 под боем пешка на f6 ну и скажем после примерного f5 ферзь f6 король g8 слона 6 апартия заканчивается белые выигрывают да ну понятное дело что в такие ловушки сток фиш не попадается следует ход конь d7 ладья е1 b6 слон g5 слон и в 4 черные стараются поменять активные фигуры белых слоны в 4 ферзь f4 темповое конь h5 ферзь h6 и ладья е3 ладья стремится прежде всего на линию h и атаку пешки h7 неприятное противостояние также следует ход g6 и темповое ферзь f3 под боем ладья на a8 ладья b8 шаг на f6 конь f6 ферзь f6 слон b7 и h4 типовой прием в исполнении нейронной сети таран ладейной пешки следует ход ферзи 7 ясно что белым невыгодно менять ферзи следует ход ферзи 5 ладья d8 ладья а е1 вообще давайте посмотрим на позицию попробуем ее оценить на мой взгляд перевес уже у белых у них потенциально проходная по линии d у них активные фигуры расположение безопасность королей здесь в принципе тоже в пользу белых но позиция все-таки крепко ученых и давайте смотреть как нейронная сеть начинает потихоньку раскачивать следует ход ладья d5 ферзь f4 ферзь f8 ладья h3 готовится продвижение h5 ферзь d6 ферзь e3 ладья h5 черный временно препятствует и здесь следует весьма неочевидное решение поначалу мне казалось что она очень рискованная следует ход g4 ослабляется диагональ а1 а8 h1 по которой кстати говоря мощно стреляет слон но нейронная сеть играет конкретно следует ход ладья а5 h5 ферзь c6 да отмечу что здесь ход g5 был возможен но и здесь у белых серьезный перевес приведу примерный вариант может последовать а6 опять же это пешка создает предпосылки для матовых сетей следует ход ферзь f4 ну и после примерного c4 ферзь g4 играть нельзя из-за ладья g3 и на ферзь h4 d5 здесь позиция черных просто рассыпается ну а скажем на другой отход ферзя но если меняться до ферзь e3 то наверное после ладья h3 вновь будет пограживать ход d5 но в общем кому интересно подвигать и эта позиция она крайне неприятная у черных на сток фиш сыграл же после h5 fc6 и следует холодная слон f1 белые прикрыли поле g2 g5 h6 все по плану теперь король черных будет постоянно в опасности следует ход ладья и 8 c4 где-то уже пограживает ход d5 f6 ферзь d3 и е5 и d5 и так у нас позиция несколько трансформировалась теперь в белых проходная по линии d в данный момент она защищенная плюс ограничен слон на b7 на мой взгляд перевес уже на лицо следует ход ферзь d7 слон g2 слон c8 ладья g3 ладья c5 и слон e4 белые постепенно располагают свои фигуры на идеальные позиции ладья d8 ладья c1 и ферзь e7 a4 и вот обратите внимание здесь казалось бы у черных очень крепкая позиция не совсем понятно как раскачать но обратите внимание как будет действовать альфа-зера следует ход да ферзь c2 то есть после хода ферзь c7 план белых прост это атака прежде всего пешки f6 где-то также будет пограживать ход a5 со вскрытием линии давайте двигаться дальше ферзь c2 ладья d6 король g2 смотрите принцип не спешить белые никуда не торопятся ферзь e7 ферзь e2 ферзь d7 ладья a1 да отмечу что меня всегда удивляет в партиях альфа-зера и стокфиша тот факт что казалось бы у белых нет конкретного плана но постепенно после маневров далеко не всегда очевидных позиция все-таки ухудшается и вот здесь происходит именно это слон е8 ферзь b1 ладья a3 где-то пограживает уже ход b5 слон f7 ладья e3 ладья a5 ферзь e1 ладья d8 ладья f3 прицепились к пешке f6 ладья f8 ферзь b1 где-то цепляемся к пешке h7 ферзь c8 и король h3 да король тоже сильная фигура мы это уже знаем по партиям альфа-зера слон g8 а теперь обратите внимание слон практически не войдет уже в игру так как будет под боем пешка на f6 следует ход ферзь b4 ферзь d8 слон е4 ладья f7 слон f5 постепенно заезжает слон следует ход ладья c7 и ладья d3 слон f7 ладья d2 король g8 ладья c3 ладья c5 и d6 пешка пришла в движение и по сути это уже заканчивает партию здесь стукфиш отдала дю сыграл ладья d7 но и остальное тоже не спасает после ладья c6 белые просто ходят d7 дальше могут усилить расположение ферзя пойти например ферзь b1 перевести его на е4 здесь оценка конечно сумасшедшая там больше уже больше пяти пешек но после ладья d7 следует ход слон d7 ферзь d7 здесь понятно партия долго не продлилась еще и опять эффектная слон е6 а б а б и просто f3 до у белых лишнее качество белых проходная по линии d и стокфиш признался побежденным вот такая вот на мой взгляд очередная шедевральная партия да здесь нет красивых спецэффектов но обратите внимание трудно понять даже в анализе а я потратил довольно большое количество времени на анализ трудно понять в анализе где собственно черные допустили решающую ошибку с дебюта они получили чуть похуже дальше постепенно а нейронная сеть раскачивала позицию черных и добилась на мой взгляд заслуженной и убедительной победы я надеюсь вам понравилась данная партия ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за внимание и до новых встреч